С будущего года в России вырастет размер максимального пособия по безработице. Оно составит 12 792 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Минимальный размер по-прежнему будет составлять 1500. О том, кто сможет получить эти пособия и что необходимо, смотрите в нашем сюжете. По словам директора Тверского центра занятости населения Ольги Мишуниной, в первые три месяца после регистрации полагается 75% заработка. Но не более 12 792 рублей. Вторые три месяца 60%, но не более 5000 рублей. На это пособие будут претендовать все безработные граждане, которые обратятся в службу занятости в следующем году. Все заявления подаются через посредством интернет-ресурсов. Надо зарегистрироваться на портале госуслуг и подать заявление через портал «Работа в России». Далее заявление в электронном виде обрабатывается специалистами центра занятости. И потом уже создается электронное обращение, в какой день безработным гражданам, с каким пакетом документов надо обратиться непосредственно в центры занятости для признания их безработными и для направления работодателю на собеседование. Максимальная сумма пособия положена тому, кто постоянно работал, но остался без дохода. А минимальная – кто не был официально трудоустроен, долго не работал или кого уволили. На сегодняшний день в Тверской области более 4 тысяч человек официально безработные. Однако предприятиям региона требуется куда больше рук. Так, на 18 ноября вакантами остаются 17 805 рабочих мест. Наиболее востребованы специалисты инженерно-технического профиля, персонал для отраслей агропромышленного комплекса, специалисты сферы здравоохранения, социального обеспечения. Предприятиям региона нужны водители разных видов транспорта, воспитатели, учителя и тренеры, специалисты сферы обслуживания. Также требуются рабочие строительных профессий – машинисты автомобильного крана, маляры, каменщики, штукатуры, бетонщики. Однако есть опасения, что число вакансий в ближайшее время может резко увеличиться. Мэр Москвы Сергей Собянин при осуществлении программы реновации намерен мигрантов из СНГ заменить квалифицированными работниками россиянами и привлекать специалистов глава столичного региона намерен из ближайших регионов.